Первый день лета – отличный повод открыть летний сезон 2019 года. Даже если у вас нет мысли, с чего начать, то мы вам сейчас поможем. Отправиться ли на курорты Кубани или бросить курить – это ваш выбор. А мы сосредоточимся на тех изменениях, которые коснутся каждого из нас законодательных. С 1 июня нас ждет много нового. Подробности у Юлии Жизневской. Юлия, здравствуй. Здравствуй, Анна. Любые перемены к лучшему. А если это еще и приятные перемены, то лучшего автоматически становится в два раза больше. Наши законодатели приготовили нам несколько летних сюрпризов. И если вы не в курсе, то давайте начнем по порядку. Роумингу нет. Первым летним днем во всей нашей стране исчезнет внутрисетевой роуминг. Волнение за счет своего мобильного телефона при командировках или путешествиях по России можно оставить в прошлом. Отныне оператор сотовой связи будет устанавливать одинаковые условия для всех своих абонентов, вне зависимости от того, в каком регионе они находятся. Но не стоит забывать, что на зарубежные звонки новое правило распространяться не будет. Готовят сюрприз нам и родное телевидение. 3 июня еще в 35 регионах России федеральные телеканалы перейдут на цифровое вещание. Кубань, кстати, тоже. Жителям края будут доступны 20 федеральных каналов высокого качества изображения, запущенных в двух эфирных мультиплексах. Те же, у кого нет специальной приставки или телевизор старше 2013 года, могут остаться без привычной картинки на голубом экране. Если вы еще не готовы или переживаете, сможете ли вы смотреть любимые фильмы и новости, то лучше проконсультироваться со специалистами по телефону горячей линии, который вы видите на своем экране. Те, кто получают ежемесячные выплаты на ребятишек, смогут с 1 июня получать деньги по месту жительства. Для этого всего лишь необходимо будет поставить в известность соцзащиту или пенсионный фонд. И, пожалуйста, пользуйтесь заслуженной поддержкой государства там, где вам удобно. А еще с этого же дня семейные пары смогут составлять совместное завещание. И если есть на то причины, вычеркивать из него законных наследников без объяснения причин. То есть муж и жена смогут теперь завещать свое общее имущество тем, кого считают достойными. Кстати, на несовершеннолетних детей, детей с ограниченными возможностями и нетрудоспособных родителей, это новшество в законодательстве не распространяется. Аннулировать такое завещание может развод или смерть одного из супругов. И напоследок, жители Кубани уже с этой субботы смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных электричках. Специальным предложением от РЖД «Один человек, один велосипед» смогут воспользоваться все желающие вплоть до 30 октября. Как сказано в сообщении перевозчика, делают это железнодорожники для пропаганды и здоровья нас с вами. Ну что ж, изменений много, не лучше за ними следить, поскольку большинство из них оказываются полезными и приятными для многих из нас. И добро пожаловать в лето! Спасибо, Юлия!